В эфире выпуск о главных событиях к этому часу. ЛДП разработала новый формат расчета с иностранными компаниями, покинувшими российский рынок со времен начала тотальных санкций в отношении Российской Федерации. Лидер партии Леонид Слуцкий предложил создать специальные облигации Центробанка, которые будут обеспечены замороженными золотовалютными резервами России в недружественных странах. Такую инициативу председатель ЛДП развучил в Кремле на встрече руководителей фракции Государственной Думы с главой государства Владимиром Путиным. Напомним, всего в результате санкций были заблокированы средства Центробанка в сумме около 300 миллиардов долларов, из них 100 миллиардов долларов в США. с золотовалютными резервами и расплачиваться ими с уходящими из Российской Федерации иностранными компаниями из вот таких недружественных стран. Мы законодательно готовы ввести полный запрет на расчеты любой иностранной валюты с инвесторами из недружественных стран. Расчеты с ними будут именно облигациями Центрального банка, осуществляция которой обеспечены теми самыми замороженными нашими резервами и активами. Это одновременно предотвратит вывод валюты из Российской Федерации и в значительной мере вернет в оборот наши резервы, что в текущем моменте времени дополнительно поддержит рубль и станет адекватным ответом на импорт инфляции, которые мы наблюдаем. Считаем, что это будет достойная мера, ее можно ввести, естественно, это нужно ваше решение, достаточно быстро. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом Владимиром Путиным представил законодательные инициативы партии, которые направлены на решение вопросов в сфере демографии, дефицита кадров в системе здравоохранения и другие законопроекты социально-экономического характера, направленные в поддержку россиян. Реализация этих предложений, по мнению лидера ЛДПР, поможет решить актуальные для страны проблемы. В частности, напомним, по данным Минздрава, в России не хватает около 25 тысяч врачей и более 50 тысяч среднего и младшего медперсонала. Нужно резко увеличивать, с нашей точки зрения, количество ясельных групп для деток от полутора месяцев до трех лет. Сейчас их очень мало, чтобы молодые мамы могли совмещать материнство с профессиональной карьерой. Это задача нескольких месяцев. То же самое, нам надо не твердить о том, что в стране не хватает 25 тысяч врачей и 50 тысяч среднего медперсонала. Надо решать эту проблему. Новое, хорошо забытое, старое. Мы можем ввести обязательное распределение в медицинских вузах и колледжах, отработать три года на страну, которая дала тебе высшее медицинское образование, ну, может быть, на Дальнем Востоке или в новых регионах чуть меньше, например, полтора года. Но введение обязательного распределения даст буквально за год-два, ну, конечно, вместе с жильем. Это многие делают губернаторы, делал наш Алексей Владимирович Островский в Смоленске и дотации. Все это вместе позволит без утопии расшить проблему примерно за два года. Значит, все эти вопросы мы решаем с правительством. Правительство как никогда нас слышит. Михаил Владимирович Мишустин, все вице-премьеры. Участвую в мозговых штурмах, уже их было несколько десятков по стратегии внешнеэкономической деятельности. На прошедшей неделе в Государственной Думе состоялось заключительное пленарное заседание осенней сессии уходящего года. За это время парламентарии приняли 694 закона, из них 172 социально значимые. Многие законодательные инициативы стали федеральными законами, отметил Леонид Слуцкий, руководитель фракции ЛДПР, подводя итоги года и рассказал о новых проектах партии. Провожаем уходящий год, а вместе с тем и два семестра в работе Государственной Думы. Мы проходим экватор, серединную линию в Государственной Думе 8-го созыва. Очень многие законодательные предложения ЛДПР стали федеральными законами. Мы перестраиваем свою работу. У нас очень конструктивный и эффективный диалог с правительством, хотя постоянно спорим. Мы оппозиционная партия. ЛДПР сегодня доказала свою жизнеспособность, стала одной из самых надежных политических партий в стране. Мы вместе с партией парламентского большинства две политические силы, которые находятся в тренде роста, а не падения. Это огромная работа. Это очень серьезный результат взаимодействия с людьми и внесения тех законодательных предложений, которые действительно актуальны для сегодняшней России. Мы сегодня активно вносим новые форматы. В нашу работу проведем очередной всероссийский прием граждан, депутатами ЛДПР всех уровней, что позволит нам еще ближе подойти к людям, исполнить один из главных заветов Великого Жириновского о том, что ЛДПР должна доходить до каждого человека и до каждой семьи. У нас на очереди проекты, которые уже начали реализовываться. ЛДПР ЖКХ, ЛДПР школа, ЛДПР семья, ЛДПР здоровье и многие другие. Мы действительно ввели то, о чем давно говорили палаты депутатов ЛДПР, что уже на сегодня в разы подняла эффективность фракции ЛДПР в законодательных органах, разного уровня. Поддержка в сфере бизнеса, дефицит медицинских кадров, проблемы и вопросы избирателей стали основными темами в рамках второго всероссийского приема граждан, который провела ЛДПР во всех субъектах страны. Подробнее смотрите в нашем ближайшем выпуске. Восьмой международный кремлевский благотворительный кадетский бал отгремел накануне в столице. В этом году он был посвящен поддержке специальной военной операции. На территории гостиного двора кружили в вальсе полторы тысячи молодых кадетов и их спутницы. Все они воспитанники кадетских, суворовских и нахимовских училищ из 84 субъектов России. На балу также присутствовали иностранные делегации из десяти дружественных стран. В ходе церемонии открытия к участникам мероприятия с приветственным словом обратился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Свидетелем торжества стал наш корреспондент. Напряженные, полные трепета перед грядущим грандиозным действием лица юных кавалеров и барышей не устремлены, как и полагается в столь нежном возрасте, только вперед в будущее. Ну, если в буквальном смысле, на сверкающую сцену. Международный кремлевский кадетский балл в поддержку специальной военной операции буквально в двух па от своего начала. У представителей возраста постарше тоже волнение, ведь перед ними будущее страны, те, на кого лет этак через десять ляжет почетный долг сохранить и приумножить величие России или даже больше удержать мир во всем мире. К сожалению, силы зла пытаются создать однополярный мир, где единственным полюсом принятия решений, полюсом силы должны стать Соединенные Штаты Америки. Это деструктивный путь. И мы видели неоднократно в новейшей истории, к чему приводят попытки создания однополярного мира, основанного не на законах и нормах международного права, а на неких правилах, которые пишутся в Вашингтоне. И мы видели это в бывшей Югославии, Ираке, Ливии, а в Сирии Россия не дала событиям пойти по этому деструктивному пути. И далеко ходить не надо, уважаемый председатель. Технически, конечно, придется преодолеть не одну тысячу верст от Москвы. Речь идет о дорогих нашему сердцу полях Новороссии под боком в колыбеле старинных русских земель. Руками кровожадных прислужников того самого заокеанского зла нас прямо сейчас мечтают истребить. Свободный русский мир для них точно острая кость в горле. Я не знал этого, блин, маршрута. Пошел. Мне говорят «Аладдин», и я просто разворачиваюсь и бах. Сука, второй раз. Вышел посмотреть, где танк. Он мне задули секунды, и я уже на коленях. Ну, чего не вижу. Как не сложно понять из рассказа бойца, по которому на артемовском направлении танк отработал прямой наводкой, наш воин едва ли не в рубашке родился. Спасло то, что его оперативно доставили в руки опытной команде военных хирургов. Значит, теперь уж точно не пропадет. Но, глядя на это подрастающее поколение, есть твердая уверенность, что и страна тоже не пропадет. Кадетский бал, который проводится в Москве, с каждым годом становится в плоскости культуры все более и более знаковым событием, которое собирает под свои флаги молодых людей из многих стран мира, из многих субъектов Российской Федерации. Кадетский бал – это и есть та модель многополярного мира в плоскости культуры, в плоскости молодости и сотрудничества между молодежью разных стран. Это архиважно. И пока вы беззаботно кружите вальсы и набираете силу для взрослой жизни, знайте, за вас есть кому заступиться сегодня. Ну и вы уж перед всеми этими взрослыми дядьками с обветренными лицами тоже не оплошайте, когда придет ваш час послужить Отечеству и делу мира. Так что растите, мужайтесь, впереди еще много работы. Напоминаем, что уже завтра, 19 декабря, состоится 35-й внеочередной съезд ЛДПР, где председателям партии Леонидом Слуцким будут подведены итоги года и озвучены ключевые задачи на предстоящий год. На этом выпуск завершен. Больше новостей смотрите на наших YouTube и YouTube каналах и в Telegram-канале ЛДПР-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok